Привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами некоторыми мыслями, которые однажды очень повлияли на мою жизнь. И также верю, что, возможно, это послание окажется ключевым для вашей жизни и ваших молитв, и ответ на ваши молитвы. Однажды я ездила по приглашению моих друзей в Грузию, и они организовывали огромный крусейд с известным евангелистом Дэвид Хасавей. Я помню, когда, еще будучи десятилетней девочкой, я приходила на его служение, и много лет спустя мне посчастливилось служить с ним на одной сцене. И также, особенно во время перерывов, в обеденное время, мне удалось задать очень много вопросов, вдохновиться его историей и мудростью, особенно потому, что ему уже 90 лет и 70 из которых он посвятил служению Богу. Он проповедовал на постсоветском пространстве и во время Советского Союза, когда Библия и Евангелие были запрещены. Он провозил тайну Библии, известен как контрабандист Библии, тоннами провозил, и однажды его за это посадили в тюрьму. И дали срок 10 лет. Это было в России. Дэвид к тому моменту видел уже много чудес в своей жизни, и два раза был невероятным образом исцелен от рака. Но попав в тюрьму, ему все сказали, что оттуда не выходят досрочно, и его срок придется отсидеть там. Он начал горячо молиться Богу, и вдруг услышал такой ответ. «Дэвид, ты можешь в этой тюрьме просидеть 10 лет, а можешь освободиться вскоре. Это твой выбор». Дэвид спросил, «Господь, я хочу освободиться, конечно же, вскоре. Что мне для этого нужно сделать?» Он услышал в ответ в своем сердце. «Начни неотступно молиться. Верь и молись за свою свободу». Знаете, многие из нас говорят, что Господь знает, что нужно, и если захочет, Он освободит. Если нужно, это чудо произойдет. И люди говорят, чему быть, того не миновать. Но на самом деле это ложь, потому что Бог нас создал не роботами, но Он создал нас с свободой выбора. И это наш выбор — молиться и неотступно, и получать, и видеть ответ. Я верю в это. И Дэвид начал молиться, и он начал просто стоять на слове от Бога, что Он будет досрочно выпущен. И он даже сказал охранникам, что скоро Он будет освобожден. И они сказали, что так не бывает. Премьер-министр Великобритании впервые за всю историю прилетел на личном самолете и помог Дэвиду. Дэвида выпустили именно тогда, когда Бог ему сказал, именно в ту дату. Знаете, я покажу вам в Писании, как такое же происходило с многими людьми веры, которые верили в Божьи чудеса и которые не верили в фатализм. Целая династия Авраама, Исаака и Иакова, народе которых было обетование, что через них произойдет великий народ. Но именно у этих людей самой большой проблемой стало бесплодие. И несмотря на это, они продолжали верить. Исаак, сын Авраама, имея уверенность в обетовании, он молился за свою жену Ребеку, которая на протяжении 20 лет не могла зачать ребенка. Интересно, что Исаак, ведь он мог сказать, ну если Божья воля, Божье обетование на то, чтобы у меня был наследник, он будет, но он молился. И этот процесс он не оставил. И это написано в одном стихе. На самом деле это происходило на протяжении 20 лет ожидания и молитвы. Иногда то, над чем есть самое большое Божье обещание в нашей жизни, испытывает самое большое противостояние. И это не значит, что Бог против нас сражается. Это значит, что Бог с нами вместе сражается за наше обетование. И Он хочет дать нам победу. И нам нужно применить власть и уверенность, которую нам дал Бог. Вспомните, как Бог говорил в вашу жизнь, что вы, возможно, уже это даже похоронили. Откопайте это, встаньте в вере, чтобы получить обещанное. Верю, что мы увидим много чудес.